Спартак Нальчик одержал победу в 16-м туре Российской футбольной национальной лиги. На своем поле накануне вечером он принимал аутсайдера первенства подмосковные Химки. Несмотря на большое преимущество красно-белых, Химки очень неудобная для них команда, отмечают сами спартаковцы. Еще до начала тура специалисты говорили, в предстоящей встрече нальчане выглядят однозначным фаворитом. Они и более опытные команды живыми не отпускали, а теперь в гости пожаловал аутсайдер. Главное, чего удалось добиться наставнику Спартака Нальчика Тимуру Шипшеву – порядка в оборонительных построениях. Галкипер красно-белых Антон Коченков не пропускал уже пять матчей подряд, но проблема у нальчан есть в нападении. Забивать пока не всегда получается. Хозяева сразу же начали с атак, стараясь добыть быстрый гол, не получилось. Химки, обороняясь всеми силами, иногда переходили в контратаку. Первый тайм так и завершился с нулевым счетом на табло, вторая половина игры была более оживленной. На 54-й минуте спартаковец Давид Сарадзе наконец-то распечатал ворота галкипера гостей Ильи Гаврилова. 1-0. До конца игры наши футболисты попытались увеличить счет, но не удалось. В целом я думаю, что такая равная игра была с таким небольшим территориальным преимуществом спартака-нальчика. Чтобы сказать так, моменты создали, они не создали из-за наших ошибок, к сожалению. Грубейшая ошибка в обороне привела в гол в наши ворота. Конечно, такие ошибки опытные футболисты не имеют права допускать. Вот в целом все, что я могу сказать о нашей команде. В целом я хочу поздравить спартак-нальчик с победой. В истории все равно остается результат. Мы рады победе, поздравляем всех. Думаю, все-таки мы ближе были к ней, чем к химке сегодня. Наверное, и по моментам. Самоотдача футболистов понравилась в целом. Нормально. Все. Готовимся к Балтике. Этот успех позволил нашей команде набрать 27 очков и подняться на четвертое место в таблице. Коллектив Тимура Шибшева не знает поражения уже 7 встреч к ряду. В следующем туре 22 октября спартак-нальчик на выезде сыграет с Калининградской Балтикой.